Всем привет, с вами Андронет и сегодня на обзор у меня даже не смартфон, не ноутбук и даже никакие не часы, электронные естественно, а целая машина. Я решил стать автообзорщиком, не знаю как у меня это получится, хочу передать привет Диму Вайперу, я обозреваю твою машину. Сегодня я вам расскажу вообще и про плюсы и про минусы и кстати говоря это люксовая версия, то есть есть обычная, есть люксовая и как раз объясню чем отличается люксовая версия 4 от обычной. Сделаем различные проверки, посмотрим как она едет, ну и конечно подведем итоги. Поехали! Первое конечно что можно сказать об этой машине это то что она в принципе недорогая. Данный аппарат стоит 150 тысяч рублей, то есть покупался он за эту цену и за такие деньги вы получаете просто обычный автомобиль, да, российский, но который едет и если за ним ухаживать должным образом, то в принципе будет все в порядке. Конечно можно найти ее и за 1050, но скорее всего вы еще 1100 в нее вложите, поэтому лучше сразу купить дорогую, хорошую и чтобы она была сразу на ходу. Да хватит гавкать! Витя скажи ему, что он гавкает? Следующий плюс данной машины это то что у нее не такой большой расход топлива. Живет она приблизительно где-то 7 литров на 100 километров, это немного, поэтому заправляться вы будете не часто. Короче машина реальная, короче реальная, да, она реальная и экономная. И так как это российский автопром, различные детали также будут стоить не таких больших денег, поэтому в этом плане тоже все довольно круто. Следующий плюс о котором я хочу рассказать это то что она выглядит довольно неплохо, ну вот если честно на нее так смотреть, я видел девятку, ну кто не видел девятку. И по сравнению с девяткой четырка выглядит намного лучше, но это лично мое субъективное мнение, может кто-то считает наоборот. Но если на нее смотреть так вот общим планом, мне она лично нравится. Раньше как-то я не признавал такие машины вот угольчатые как девятки, да, ну вот все четырки там пятнашки, восьмерки, но четырка мне понравилась. Четырка это чисто модернизированная девятка, некоторые детали от девятки даже подходят и на четырку. Также большой на самом деле плюс данной машины это то что здесь есть рабочий дворник сзади. Лично у моей десятки, на которой я ездил когда-то год, там дворника не было, а здесь есть. Ну и конечно хочу дополнить самые такие банальные вещи, это то что она на механике, не автомат, на автомате четырек нет. Это инжектор, четырки все на инжекторе, двигатель 1.6, передний привод и вот столько вот лошадиных сил. Сама по себе машина легкая в управлении и мягкая коробка передач. Но это если сравнивать с другим российским автопромом. Единственное что грустно, что данную машину уже перестали выпускать в 2013 году. Могли бы конечно ее и подольше выпускать, все-таки аппарат хороший, пользуется популярностью даже сейчас. На БУ рынке постоянно можно увидеть четырку и можно ее прикупить. И обидно что в такси, в такси теперь четырек нет. Поэтому официально в такси вы не поработаете, если вы владелец четырки. И так как мы находимся рядом с багажником, давайте посмотрим как он открывается и сколько там места. И вообще оценим, как его открыть. Ага, у нас он открыт получается. Открывается он, ну тяжеловато, но он держится. Здесь есть такие стойки, которые держат этот багажник. Давайте теперь закроем, посмотрим как он закрывается. В принципе даже видите, не надо было рукой ничего делать, она сама как-то захлопнулась. Опять нажимаем на кнопочку, ну тут конечно ключом надо закрывать. Но тем не менее, в принципе он неплохо открывается и закрывается. Здесь есть такая пластмассовая полка. Ну я кстати смотрел обзоры и про нее очень много, ну про нее говорили, жаловались на нее, что она вот именно стучит. Она вечно дребезжит, стучит и лучше ее менять. Но здесь стоит стандартная полочка. Вот, давайте посмотрим сколько здесь места в багажнике. Если честно, ну человек конечно здесь поместится, но как говорит владелец данной машины, если поставить сюда сабвуфер, а потом закинуть сюда человека, тут уже будет места маловато для человека. И поэтому нужно будет выкинуть сабвуфер и закинуть человека. Ну мы на самом деле не пропагандируем ничего, никакого человека закидывать не надо, но допустим ковер какой-нибудь, который с величину человека. Если здесь реально что-то такое огромное лежит, вы уже места для ковра не найдете. Вот в этом плане конечно такой вот минус. Ладно, давайте пройдем в салон и посмотрим. А теперь давайте посмотрим как открываются двери. Здесь люксовая ручка, то есть машина же у нас люкс, и поэтому ручки у нее совсем другие, не такие как у обычной. У обычной там внутри получается вот такой вот маленький рычажочек, на который нужно нажать, и тогда машина открывается. Мне, кстати, лично не нравятся такие машины вот с такими ручками, а здесь вот как подобает, то есть, кстати, даже легко закрывается, мне прям нравится. Поэтому в принципе открываем, бац, потянули и все отлично, открылось. Тяжеловато конечно, но все равно лучше, чем с той маленькой ручкой, которая в обычной версии. Давайте я сюда присяду, здесь мое оборудование. Я просто попробую, посмотрю как здесь сидится сзади. Вот. И, конечно, места здесь маловато. То есть, если вдруг вы на какую-то кочку наткнетесь, и машина по ней проедет, вы, скорее всего, подпрыгнете и стукнетесь об крышу. Вот. И, конечно, у меня ноги упираются в сидушку, и сидеть, конечно, сзади некомфортно. Кстати говоря, пока я здесь сижу, хочу обратить внимание на то, что здесь обычные ручки. Вот так вот они крутятся. Да, здесь-то они обычные. Вот еще минус, кстати, что все, это предел. То есть, вот окно открылось, больше оно дальше не крутится. То есть, как бы вы ни крутили, вы только сломаете ручку, но мы этого допустить не хотим. Поэтому давайте это закроем и пересядем вперед. О, блин, нравится, как она закрывается. Прям легко. Отлично. Садимся вперед. Вот. Впереди уже намного лучше, кстати. Сразу еще заметил то, что она высокая. Я уже в последнее время ездил на Ниссане Альмери и на Hyundai Solaris. У меня сейчас нынешние машины, они пониже. Здесь, конечно, мне приходится ногу поднимать. И здесь, насчет ручек. Там-то была обычная ручка, крутилка, а здесь у нас уже электронные стеклоподъемники. Вот. Но, благо, здесь уже практически до конца стекло закрывается, окно. И так же закрывается. Причем, кстати, машина даже не заведена. Все равно работает. Но, кстати говоря, еще так же я заметил, что поднимается она труднее. То есть, хуже, чем опускается. Опускается быстрее стекло, а поднимается уже с таким натягом. Возможно, что там, из-за чего это так может быть? Короче, почему-то так вот. Я не знаю почему, но почему-то так. Что вижу, то и говорю. Такая фишка именно электронных стеклоподъемников, то, что они здесь присутствуют, это только в люксовой версии 4. В обычной там также крутилка. Если говорить про безопасность, здесь нет подушек безопасности. Да, то есть, если вдруг, ну, не дай бог, конечно, случится какая-то авария, никакие подушки ниоткуда не вылезут. И, конечно, это обидно. Если бы машину продолжали продавать, кстати, не знаю, правда, зачем они ее перестали выпускать. В принципе, я думаю, что она спросом бы пользовалась и добавили бы эти подушки безопасности, было бы вообще супер. Также, если вы вдруг где-то едете и вам срочно нужно посмотреть в зеркало. Кстати, а где зеркало? У тебя нет зеркала? Оно было? Было. А почему его здесь нет? Но, видите, здесь такая проблема, что у владельца данной машины нет зеркала заднего вида. Я удивился, я только сейчас это заметил. Но, если вы захотите посмотреть на себя и открыть козырек, то вы здесь также зеркало никакого не увидите. Что на пассажирском месте, что на водительском. Следующий прям значительный минус, который я увидел у данной машины, это то, что, видите, аварийку? Она находится в таком неудобном месте, что вот едете, едете. Вы хотите кого-то поблагодарить, а у вас руль вот так вот находится, и вы постоянно там рулите, какие-то маневры делаете, и вам нужно успеть куда-то попасть, чтобы на эту аварийку нажать. Ну, могли бы они ее куда-нибудь сюда вот на панель поставить, и все было бы нормально. Но нет, они решили в каком-то вот прям реально неудобном месте поставить эту аварийку. Нет, конечно, когда вы просто стоите на месте, вы вот так бац, спокойно нажали на нее. Но когда вы на ходу, и вам нужно нажать на нее, приходится вот так вот, опа-опа-опа, играться с этой аварийкой и рулем. Также, конечно, для кого-то будет это обидно, что здесь нет кондиционера, но, возможно, это даже не минус, потому что, если кондиционера нет, то с большей вероятностью вы не заболеете, обычно, кто пользуется кондиционером, они начинают болеть, но, конечно, могли бы его и добавить, но его здесь нет. Кстати, а какого года машина? 12-го. А, это еще, кстати, предпоследний год, именно 12-го года, я забыл упомянуть то, что она последняя, да, была 13-го, это 12-го. Также, как раз, Виктор, владелец данной машины, дал мне прокатиться, и я просто офигел от того, что здесь тяжело крутится руль, а все потому, что здесь нет гидроусилителя. Я настолько уже к этому привык, у меня первая машина была 10-ка, там не было гидроусилителя, но, по сравнению с той 10-кой, здесь руль реально крутится очень тяжело. Да, я хоть на месте, но я даже вспоминаю те ощущения, как я крутился на месте на 10-ке, но там было не так, она была 99-го года, это 4-ка 12-го, но руль реально крутится тяжеловато. Ну, и чисто от себя хочу добавить, что здесь, на коробке передач, задняя передача находится в неудобном месте, то есть, для меня удобная задняя передача, это когда нужно вот так вот подвинуть, получается, вправо и вниз. А здесь нужно прям глубоко влево и вверх, и иногда некоторые, ну, то есть, особенно, когда на ранних этапах, когда кто-то учится ездить, люди могут тупить, грубо говоря, потому что они включают заднюю, когда нужно включить переднюю. В этом плане, я считаю, что вообще у всех машин должно быть вот именно вправо и вниз, ну, реально так удобно. Также я хотел добавить про ручку на бардачке, вот, она, значит, так открывается, у тебя нету, секретки нет, секретки здесь нет, кстати говоря, у некоторых четырек есть секретка еще, то есть, открывается здесь сверху бардачок и снизу. И я смотрю, что, конечно, здесь лежат какие-то документы, но бардачок на самом деле маленький. И также здесь такая вот ручка, на которую нужно нажимать с двух сторон. Я также видел в некоторых обзорах, люди высказывали свое мнение, что она у них просто-напросто ломалась и заедала, и больше у них бардачок не работает. То есть, они даже что-то туда важное положили, открыть не могут, то есть, нужно чинить как-то этот момент. Но здесь пока все рабочее, и слава богу, то есть, все нормально. Также я вижу, здесь есть такие штучки для подстаканников, да, вообще удобно, если вы вдруг что-то пьете, кофе какой-то положили сюда. Да, но так как здесь торчат бумажки, места для кофе здесь не остается, поэтому как-то немножечко неудобно. Ну ладно. Также в этом месте находятся кнопки габаритов, ближнего света, передних противотуманников, задних и обогрев заднего стекла. Все, в принципе, удобно, понятно. Ниже у нас находится штатный бортовой компьютер. Нет, это не штатный, это уже какой-то, видимо, встроенный, потому что штатный, у него идут 7 кнопок, и они там за что-то отвечают. Здесь какой-то уже навороченный, и здесь у нас отображается, какое расстояние мы проехали после заправки, скорость в реальном времени, средняя скорость за последние 100 километров, сколько километров осталось до заправки, переводит в километры, и, ну, конечно, сколько литров в баке, средний расход на 100 километров, напряжение аккумулятора и время. В обычном штатном компьютере там просто каждое деление, каждая кнопка отвечает за что-то, здесь прям сразу все отображается. Это, кстати, я сейчас говорю, отличие люксовой версии от обычной, потому что штатный бортовой компьютер стоит только в люксовой версии, а в обычной его там не было. Также у люксовой версии есть подогрев сидений, передних, конечно, задних нет, но есть передних в обычной версии, там нет подогрева, здесь просто нажимаете на кнопочку и жопа греется. Вот здесь, значит, у нас находятся три уровня включения печки, ну или холодного воздуха, смотря как вы выберете. Выбирать у нас вот здесь, то есть получается, если сюда мы вот этот ползунок тащим, то будет холодный воздух, если сюда, горячий. Ну это логично, естественно, понятно, вот, здесь мы регулируем, куда будет дуть воздух и тоже какое направление будет брать этот воздух, то есть либо в ноги дуть будет, либо на нас. Все понятно и примитивно, ну то есть это хорошо. И, конечно, стоит магнитола. Ну магнитола, магнитола, это тут вообще в зависимости от какой вы поставите, такие возможности у вас и будут. Короче, сейчас мы посмотрим, как она едет, во-первых, мы ее заведем. Итак, заводится легко. И давайте тронемся, включая первую скорость и погнали. Так, давненько я, кстати, на механике не ездил, поэтому не судите меня строго, если как-то что-то не так будет. А потом бац, когда ехал, нормально звук не записался. Поэтому просто перескажу вам о своих ощущениях. Переключение передач довольно плавное, но для начала все равно нужно немножко приноровиться. Сцепление мне показалось тяжелым, но это также вопрос привычки. Потом обратил внимание на зеркала. Мне они показались довольно маленькими. Могли бы сделать их и побольше. Ну и все-таки машина в некоторых местах гремит. От шума никуда не деться. И так как предыдущая машина у меня была Nissan Almera 1997 года, именно поэтому сравниваю свои ощущения с ней. Но она еще и стоила на 40 тысяч рублей дешевле. И возможно это будет кому-то обидно услышать, например, владельцам ВАЗ-2114. Но могу с уверенностью сказать, что старенький Nissan ощущается намного приятнее, чем 4-ка. Не верите мне? При возможности проверьте сами. Но в угоду 4-ке скажу, что у нее все-таки есть свой шаром. Не просто так многие хотят и любят эту машину. Я являюсь владельцем данной тачки. И сейчас я вам покажу три конкретных минуса. Один из них, это когда ты едешь по кочкам и внезапно может вылететь тросик. Тросик открывания капота. Из-за которого потом хрен ты откроешь капот. Затем очень неудачно расположен блок предохранителей. Когда моешь машину, то вода может спокойно туда залиться и что-нибудь начнет работать неисправно. Затем третий, наконец-таки. Когда ездишь по влажному покрытию, или там в дождь, или в слякоть, или там по деревне и так далее. То всякая влага попадает на шурупики, которые с завода установлены на 14-ю. Вот здесь. Вот здесь и по всему радиусу машины. Когда влага попадает на эти шурупики, то они начинают гнить, ржаветь. И вся эта ржавчина начинает распространяться по всему кузову. Тем самым машина гниет целиком. Ну и если подводить итоги, то я могу сказать, что данный экземпляр, то есть ВАЗ-2114, подойдет для того, чтобы первое время поездить, поучиться, поразбираться в машине. Чтобы понять, как она работает, если вы, конечно, хотите это сделать. И так, как говорится, если вы научитесь ездить на русской машине, то потом вам будет абсолютно легко ездить на любой иномарке. Или более современной машине. При должном уходе машина вас будет только радовать. Так как свою цель довести вас из точки А в точку Б, она выполнит. И лично от себя скажу, чтобы я выбрал, то есть, либо вот такую четырку за 150 тысяч рублей, или какую-нибудь старенькую Nissan Almera, на которую я просто проездил. И я бы, скорее всего, выбрал старенькую иномарку, потому что я понимаю, как они себя ведут, даже старенькие. Но это совсем, это другое. Это небо и земля, вот честно вам скажу. Кто-то, может быть, как раз-таки думает то, что лучше взять вот четырку там, девятку или еще какую-нибудь машину. Но лично я после, вот когда я ездил на десятки, я уже не хотел ездить на российском автопроме. Я, как сказал, именно поучиться, поездить какое-то первое время, а потом пересесть на какую-то более современную машину. Если вы любитель русских, то на более современную русскую машину. Если нет, то лучше, конечно, прикупить иномарочку. Я ездил на Nissan Almera 2 с лишним года и получал только одно удовольствие. Но и это все, что я хотел вам рассказать. Так что, если вам понравился данный видос, то поставьте ему лайкос, там, оставляйте комментарии, заглядывайте в описании, подписывайтесь на все, что там найдете. Ну, теперь точно все. Всем удачи и пока. Еще обязательно увидимся.